Добрый день. Решение задания номер 9. Условие. Найти числовые характеристики m от y и d от y функции y непрерывной случайной величины x. Тринадцатый вариант. АЦБ x распределена по нормальному закону n04. АЦБ y равняется косинус 2x. Решение здесь будет у нас целочисленным. Можно использовать, например, Excel, либо бесплатные программные пакеты математика, статистика и так далее. Здесь у нас по условию математическое ожидание x0 и дисперсия 4. Теорию по каждому из этих терминов вы можете прочитать, например, в Википедии, либо в том курсе, который вы изучали. Здесь даны ссылки, соответственно, на математическое ожидание, на дисперсию. И также здесь дана ссылка на нормальное распределение и на функцию, описание функции в Excel про нормальное распределение. Ну, как бы цель этого видео не дать вам теоретические знания, вы можете все это самостоятельно изучить, а решить данную конкретную задачу. Здесь мы с шагом 2000-х от минус 10, например, до 10 строим. Это распределение. То есть, как вы знаете с теорией, нормальное распределение имеет такую колоннообразную форму. Дальше мы строим по функции нормальное распределение, в которую вносим наше значение x. И строим, соответственно, вносим вот эти вот параметры математическое ожидание, оно же среднее, и стандартное отклонение. И строим неинтегральную функцию. Дальше, таким образом, мы получили x. И дальше мы строим y. y мы по условию сдачи равен косинусу от 2x. Я подразумеваю, что x у нас в радианах. Соответственно, мы получаем значение y. И здесь справочно еще получившееся наше значение математического ожидания, как среднее значение, и дисперсия, как стандартное отклонение. И также все это выводим на графики. Здесь у нас есть среднее значение, и вот это наша функция y. Возможно, у вас там будут какие-то вопросы, тоже можете обращаться. Стоимость решения данной задачи 500 рублей можно переводить на карту. Возможно, требуется, например, как-то по-другому, какой-то другой вариант решения предоставить. Например, не численный, а, например, какой-нибудь аналитический и так далее. То есть это тоже нужно ориентироваться на те методические материалы, которые вам были предоставлены в курсе. Большое спасибо за внимание.